Антон Андреевич, добрый день. Здравствуйте, Миропатарыч. Хотел бы попросить вас рассказать о мастер-классе, который ежегодно проходит у вас в отделении. Уважаемый Миропатарыч, уважаемые зрители, с большим удовольствием представим вам тот курс, который отделение, возглавляемое профессором Поповым Александром Анатольевичем, проводит уже с 2001 года. Соответственно, это уже больше 20 лет опыт проведения подобных мероприятий, и накоплен и опыт преподавания, и опыт подбора пациентов, и опыт подбора тех хирургических доступов и синтетических протезов, которые мы используем во время данного мероприятия. Показываются классические операции, которые выполняются вагинальным доступом, будь то с собственными тканями, будь то с использованием синтетических протезов, операции, которые выполняются лапароскопическим доступом, с помощью робототехники. Мы стараемся продемонстрировать все возможные варианты лечения разных форм опущения, выпадения женских половых органов, в том числе и недержания мочи, для того, чтобы сформировать у тех докторов, которые приехали поучиться, представление о том, как подбирать пациентов для правильного оперативного лечения, или наоборот, подбирать правильное оперативное лечение для пациентов. Это такой двухсторонний процесс. Мы выполняем не только хирургические вмешательства, демонстрируя их в конференц-зал, позволяя докторам поучаствовать в операциях, но и наполняем данный курс очень интересным лекционным материалом. Мы представляем данные по анатомии, по стадированию пролапса генитарий, по способам лечения, недержания мочи, проблемам, связанных с дисфункцией прямой кишки. К нам приезжают доктора, которые очень хорошо освещают проблему функциональных расстройств мочеиспускания, стрессовой инконтиненции. И таким образом формируется такое сообщество хирургов, урологов, холопрактологов, которые наполняют этот курс не только техническими навыками, но и адекватной информацией, которая очень хорошо укладывается в умах наших посетителей. И многие курсанты приезжают многократно, потому что эволюция этого курса позволяет изменять навыки в пользу их накопления. Если вы посмотрите на программу актуального мероприятия, который мы проводим в этом году, то нас навестит и академик Дмитрий Юрьевич Пушкарь, и профессор Георг Рудевич Касьян. Из урологов также удостоит нас с вами внимание профессор Гвоздев Михаил Юрьевич. Государственный научный центр колопрактологии будет представлен профессором Фоменко Оксаной Юрьевной, которая осветит проблему дисфункции прямой кишки у пациентов с генитальным пролапсом. Желаю вам хорошего проведения и завершения данного мастер-класса, а сейчас мы, наверное, отправимся в операционную. Вам очень понравится в нашей операционной. У нас как раз новое оборудование появилось. Благодарю вас. Здравствуйте. 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 Рад вас видеть. Я поздравляю вас с обновкой вашей операционной. Вы один из пионеров эндоскопии в гинекологии. В свое время вы начинали где-то в 1900-1991 или где-то приблизительно. Да, все верно. Все верно. И за все эти годы через ваши руки прошли все поколения инструментов и оборудования компании Carl Storz. Тем более я имею в виду видеосистемы. Там были и одночиповые камеры, потом пошли трехчиповые, HD, Full HD и сегодня у вас уже совсем новая современная 4K и 3D. Хотелось бы узнать ваше мнение о новых поколениях 3D видеосистемы, так же как и 4K. Что эти системы дают хирургу нового для облегчения проведения операции? Ну, вопрос, конечно, такой большой, долгий и действительно можно вспомнить первые наши операции, которые выполнялись без видеоассистенции, когда мы лежали на животе пациентки, и хирург что-то делал руками и говорил, сейчас я удаляю маточную трубу. И все смотрели за это чудо действием, никто не видел, что делается внутри. Там был вообще шпил, если помните. Да, был лекциоскоп назывался. Да, конечно, затем с появлением видеоконтроля поменялась ситуация, мы стали делать действительно серьезные операции, но хочу отметить, что первую аппендектомию лапароскопическую мы сделали без видеосистемы, мы сделали ее при помощи обычной визуализации шпиона, как ты говоришь. Несколько лет назад, когда вы внедряли эти новые видеосистемы в практику, я, честно говоря, был не сторонник и даже в чем-то противник нелогичного и неправильного использования средств, потому что это достаточно дорогостоящие системы. Но вот сегодня, буквально мы в третью неделю пробуем эти операции и широко внедряем у себя в институте, есть абсолютно полное понимание, что это не просто какая-то блажь или как-то удобнее, это реальная необходимость. И если это учреждение занимается серьезной хирургией, то 3D – это абсолютно необходимая вещь. Есть стопроцентное понимание, что лучше визуализация дает абсолютно другой подход к пациентке, к качеству контроля работы. И чем сложнее операция, тем она проходит легче, быстрее, качественнее, более прецизиозно. И на самом деле, думаю, что в будущем, когда мы сравним 2D и 3D, будет полное понимание, что 3D – это не просто удовольствие, это абсолютно другое понимание всего хирургического материала. Простой пример. Ведь мы имеем анатомию в 3D, а изучаем мы ее в 2D. Вот в этом большой парадокс, потому что, когда мы работаем в обычной лапароскопии, у нас анатомия-то в 2D, что дальше, что ближе, что глубже, что поверхностнее – это отсутствует. И, конечно, 3D дает возможность как раз дистанцировать те или другие движения, те или другие патологические образования. Это очень важно, архиважно. Я сегодня просто четырьмя руками поддерживаю идею о том, что серьезная операционная должна быть обязательно оснащена в 3D. Ну, 4К, бесспорно, это тоже шаг, но мне кажется, это небольшой промежуточный шаг от Full HD, более точной прорисовки. У нас рядом в операционной было, когда там было HD, а здесь было 4К, и наглядно нужно было сравнить. И, конечно, есть, опять-таки, понимание, что более детализация, менее травматично, более скрупулезно можно выполнить операцию с применением вот этих современных технологий. Спасибо вам большое. Спасибо, удачи. Удачи. До новых встреч. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»